Как легко расправляться с теми, кто осуждённо-пожизненно, убить их и потом просто сказать, что кто-то там, сокамерник, забил его кирпичом. Кирпичом, Карл. У нас очередной эфир. Начнём мы его с печальной новости, которая пришла из колонии для осужденных пожизненно. В посёлке Харп, Ямало-Ненецкого автономного округа, там убит уроженец Чечни Арсан Мукаев. Он отбывал пожизненный срок по обвинению в убийстве 13 человек, в том числе якобы силовиков. Ну это то, в чём его обвинили и за что он был осуждён. И вот он значит, человек осужденный пожизненно погибает, не умирает своей смертью, он именно был убит, он погиб в этой самой колонии. Особого режима. И по версии российского ФСИН, его убил сокамерник, который нанёс ему удары кирпичом по голове. Вообще удивительно, насколько сегодня благоприятная ситуация в России для того, чтобы любой беспредел творить, убивать кого хочешь в колонии. Там надо Навального, Навального. Хочешь кого-то посадить пожизненно, пожалуйста. Любая статья, оправдание фашизма, нацизма, дискредитация армии, вооружённых сил России, экстремистская деятельность, террористическая деятельность. Любая статья обвинения, она сегодня проходит в лёгкую, потому что максимально страна в режим военного положения введена. И теперь можно любого обвинить в шпионской деятельности, в чём угодно. Ну и естественно, самыми уязвимыми в этой системе оказываются чеченцы, осуждённые задолго до того, как начались вообще эти процедуры, процессы в Украине. Задолго до этого нас обвиняли в том, что мы террористы, мы экстремисты, мы опасные. И вот представьте, человек, который был осуждён пожизненно, сидел, находился в колонии Харп, это Ямало-Ненский округ, это вообще Заполярье, это место, смотрите, насколько это серьёзная колония, туда из других колоний, где отбывают пожизненный срок, в России несколько таких колоний, вообще людей, отбывающих пожизненный срок, их, в сравнении с другими арестантами, их не так много. И в России есть несколько таких колоний. И вот представьте, из других колоний людей в качестве наказания отправляют в эту колонию Харп. То есть она считается самой такой вообще суровой, жёсткой колонией для пожизненно отбывающих, даже вот в этом рейтинге, в топе этих тюрем для пожизненно, для отбывающих пожизненный срок, это такая она, самая такая жёсткая. То есть там режим, он вообще нереально дикий. Посмотрите какие-нибудь фильмы про эти колонии в Ютубе. Вы просто поразитесь тому, как там вообще люди живут, как это вообще возможно жить. Они не могут днём, они не могут сидеть, они должны, их поднимают, и всё, они должны постоянно что-то делать, они не могут читать, они должны там по нескольку раз в день, к ним заходят проверяющие, они докладывают там целую речь из статьи, имени, фамилии и так далее. Они передвигаются только в позе вот этой ласточки с поднятыми назад руками. Наверняка даже те, кто не интересовались этой темой, не видели какие-то отдельные фильмы про это, в любом случае в различных репортажах новостей, вы в любом случае видели эти кадры, вы видели, как Радуев, например, отбывал срок как раз в такой колонии, как его по коридорам перемещали. В любом случае у вас есть какая-то картина. Вот представьте себе, нам говорят, что в такой колонии, где человек, не то что там что-то извне занести, то есть вот то, что там в других колониях общего режима, например, является чем-то обыденным, типа наркотики, там они свободно и заносят их, и оттуда их выносят, то есть они еще продажей наркотиков занимаются в российских тюрьмах. Это реально. Из тюрьмы продают наркотики, то есть на волю. Телефоны туда заносятся, выносятся, всякие там передачки, продукты. Вот это вот все то, что в обычных тюрьмах. Вещь обыкновенная, типа чай там в качестве валюты, сигареты и прочее. Для вот такой колонии это вообще невозможно себе представить. То есть туда, извне, чтобы туда что-то поступило, это невозможно. Если осужденный ведет себя там крайне хорошо, и даже не то чтобы хорошо, а просто если администрация как-то симпатизирует этому осужденному, может быть он там сотрудничает как-то, что-то там стучит на кого-то, то ему один раз в год могут дать там свидание. Но даже большинству таких осужденных, ну не светит там никакого свидания, потому что достаточно администрации, достаточно один протокол там написать, что они что-то там не так сделали, пуговицу не застегнули, все, этого не будет. И даже если администрация даст такое свидание, то для большинства таких осужденных туда даже не поедут их родственники, потому что это на самолете, на поезде, потом на оленях, там по болотам, по лесам, это очень далеко, это накладно. Туда у большинства россиян нет таких даже родственников, которые готовы ехать. Понятно, что чеченцам-то, конечно, поехали бы, но чеченцу не дадут такую возможность. Так вот, туда никакие передачи с воли, там никакое мясо, ну ничего подобного там нет. Люди круглыми годами едят какую-то похлебку, и для них праздником бывает, когда у них какая-то капуста или там петрушка появляется, это праздник. Вы представляете, в каких условиях люди живут? То есть туда невозможно передать телефон, туда невозможно передать какое-то оружие, чтобы там кто-то мог совершить преступление. Это просто, в принципе, нереально. И из-за того, что там не так много людей, которые сидят, из-за того, что не так много контактов с ними, как в колониях обычного режима, соответственно, это все, в принципе, не представляется возможным, чтобы с улицы там что-то им поступало. Поэтому люди находятся вообще в глубокой изоляции, и это происходит всю их жизнь. И вот вдруг нам говорят, что в такой колонии кирпичом сокамерник забил человека. Вы понимаете, вот абсурдность этого. Где он взял этот кирпич? В колонии особого режима, где люди перемещаются только в позе ласточки вот этой, согнутой, с поднятыми наверх руками. Где их в основном с завязанными глазами перемещают, чтобы они не ориентировались даже, не знали, не могли составить какой-то план этой тюрьмы. И где вот этот человек, интересно, взял кирпич? Он как? Он вышел, пошел на соседнюю стройку, там где-то в этом харпе, в поселке, взял оттуда несколько кирпичей и принес к себе в камеру. Понимаете, что происходит? Просто забивают человека власти, администрация просто так забивает человека, потом говорит сокамернику, который осужден пожизненно, ему не светит вообще выйти оттуда, понимаете? Ему от того, что ты ему докинешь еще там 15 статей, еще 26 убийств, у него ничего не изменится. То есть, вся его жизнь по-любому должна пройти в этой тюрьме. И единственная для него мотивация, чем можно его подкупить, это какие-то ништячки ему предложить, сказать там, мы тебе, например, чай, допустим, дадим там, мясо тебе принесем или что-то такое, да, или дадим тебе свидание в этом году. То есть, что-то ему предложить, и для него вообще никаких нет проблем взять на себя любое убийство, любое преступление, потому что, ну, добавить срок пожизненно осужденному невозможно, он не так пожизненно осужден, ему это для него не проблема. То есть, они забили просто человека, они убили его, и сказали все камернику, скажи, что ты сделал это, забил его кирпичом. И все, предложили ему, наверное, там что-то, какое-то послабление. И он с радостью это на себя возьмет. И он, у него, видите, ситуация какая, вот, например, если человеку нужно выйти, признаться в убийстве, там, допустим, и выйти потом на свободу когда-нибудь, он выйдет, то у него есть опасность, для него есть опасность, что его могут в отместку убить. В качестве кровной мести чеченцы не оставят такое, никакому там, сокамернику. Если его будут искать, за ним будут охотиться, и эту кровь в любом случае вернут обратно. А человек, который сидит пожизненно, у него нет этой даже опасности, он никогда не выйдет. Кто там, как его будут доставать. Поэтому он с легкостью возьмет на себя любое преступление. Вы знаете, какая удобная ситуация, как легко расправляться с теми, кто осужден на пожизненно убить их, и потом просто сказать, что кто-то там, сокамерник, забил его кирпичом. Кирпичом Карл. Почему не... Но если настолько фантазия разыгралась, можно было сказать, что с автомата его расстрелял, из Калашникова. Почему нет? Если кирпич было несложно достать в такой ситуации человеку, почему для него должна быть проблема и достать Калаш? Сказали бы, что сам он его там собрал, из хлеба его слепил, Калаш и расстрелял. Но настолько абсурдная вещь, просто взяли человека, убили. В этой ситуации, конечно, удивительная у него оказалась судьба. И то испытание, которым он был испытан, это, конечно, очень серьезное испытание. Человек сел на пожизненное, и в итоге, не выходя оттуда, там и погиб, да помилует его, Всевышний Аллах. За что убили няню детей, я так и не рассказал. За то, что он не справился с... Нет, превышение полномочий няней там было. Субтитры создавал DimaTorzok